С общественниками и представителями управляющих компаний глава Сочи встретился на перекрестке Гагарина-Донская. Здесь же первое замечание торговому центру «Строй-Сити». Рекламная конструкция исписана маркером. «Отмыть или заменить», – постановил мэр. Сразу за магазинами неприметная лестница по склону. В свое время в небольшом помещении был и стоматологический кабинет, и магазин, теперь кафе. Видимо, поэтому заросший склон украшают пустые бутылки. Хозяина найдут и заставят следить за территорией. В неприглядном состоянии и асфальтовое покрытие между пятиэтажками. А в доме, к слову, живет участник Великой Отечественной Петр Мороз. К нему Анатолий Пахомов заглянул узнать, как здоровье ветерана. Предложил помощь в ремонте квартиры. Договорились встретиться еще раз в День Победы. К этому же дню должен быть постелен свежий асфальт у дома, отметил мэр. Расходы возьмет на себя арендатор соседнего здания. А жители трех домов обратились к Пахомову с просьбой довести до конца начатый демонтаж незаконного гаража. Сняли железные ворота с этого гаража незаконного и увезли пять лет назад. Теперь у нас там бомжи делали приток. А что не вывезете? Носят матрас. Что гараж не вывезете? Это бетонный блок, далеко от домов находится. Ну и что, убрать-то ее надо. А вот в этих гаражах на Донской стоят не машины, а живут люди. Глава города распорядился провести проверку на предмет соблюдения пожарных и санитарных норм. Те же, кому не повезло иметь свой гараж, экспроприировали придомовую территорию. И даже на свое усмотрение городили и заасфальтировали ее. Так срезать и вот тут заставить ее найти, почему он залил ливневку, он же всех остальных. Ему надо, он, наверное, машину свою ставит. Разобраться с документацией глава города поручил и на улице Чехова. Второй корпус жилого комплекса, который начали возводить рядом с четвертой школой, слишком близко расположен к соседним домам, отметил Пахомов. И посоветовал подключить к инспекции прокуратуру. В целом же основная просьба к жителям района – навести во дворах чистоту. И управляющие компании, и собственники коммерческих объектов, и собственники муниципальных объектов, все должны понимать, что сейчас задача одна – это все обновить, это значит покрасить фасады, это подремонтировать заборы, привести в порядок площади, в том числе вот задача администрации района, привести в порядок эту площадь, привести в порядок скверы, парки, которые нужны. То есть как раз месячник, который сейчас идет, его надо на все 100% использовать, чтобы действительно в идеальном состоянии вступить в летний сезон и в наш спортивный футбольный праздник. Срок выполнения почти всех поручений – месяц. День победы в микрорайоне должны встретить с учетом работы над ошибками. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!